Украина и Дания подписали договор безопасности. 23 февраля, накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России, премьера-министра Метте Фредриксон с рабочим визитом посетила Львов. Обе страны подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки между Украиной и Данией. Документ предусматривает, что в этом году датчане направят на военные нужды не меньше чем 1,8 миллиарда евро. Кроме того, до 2028 года на поддержку Украины датский фонд направит 8,5 миллиардов евро. Дания, как сопредседатель Коалиции военно-воздушных сил и участник Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, будет поддерживать условия по обеспечению целостного потенциала F-16 через Коалицию военно-воздушных сил. Среди прочего, путем предоставления истребителей, боеприпасов, тренажеров и обучения, а также делая вклад в долгосрочное обслуживание истребителей и создание необходимых условий в Украине. Кроме того, закрепили поддержку строительства морского флота Украины, усилий по разминированию, а также предоставление Дании высокотехнологичной военной помощи, беспилотников, радаров и оборудования для выявления. За день до встречи премьер-министр Дании огласил о 15-м пакете военной помощи, который ее страна предоставляет Украине. Его стоимость 247 миллионов долларов. В него входит приобретение артиллерийских боеприпасов, ПВО, разминирование и беспилотники. Известно, что датская Минобороны совместно с коллегами из Чехии закупят 15 тысяч артснарядов 155-го калибра. Мы должны давать больше и выполнять те обязательства, которые давали. Потому что вы не можете выиграть войну благодаря словам. Должны быть действия, которые стоят за этим. И я хочу сказать народу Украины о том, что мы в других европейских странах четко понимаем, что ваша борьба – это наша борьба. Это борьба Европы. И от имени Дании я бы хотела вас убедить в том, что мы будем продолжать предоставлять вам помощь. Столько, сколько это будет необходимо. 15-й пакет военной помощи должен поступить в Украину в ближайшее время. Вопрос, когда – самый главный, так как промедлением партнеров пользуются оккупанты. Когда в Украине? Нетерпеливо звучит и по отношению к самолетам F-16. Напомним, именно Дания продвигала передачу этих истребителей украинским силам обороны. И на ее территории тренируются пилоты. Мы начали обучение ваших пилотов в августе. Они проходят очень быстро и хорошо. Единственная причина, почему мы все еще задерживаемся с передачей F-16 в Украину – это просто техническая причина, технический момент. Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей. Понимаете, что провести обучение на F-16 – это намного дольше, чем для других систем вооружения и самолетов. Соответственно, мы очень настойчиво работаем над этим. И я очень надеюсь, что нам удастся увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины еще до лета. Подготовка инфраструктуры – вот что тормозит F-16 на пути в Украину. И пусть точной даты партнеры не оглашают, но уверены, что это произойдет в ближайшее время. Тем временем в Дании, по заверениям премьер-министра Фредриксон, уже приступили к работе на 16-м пакете военной помощи. Продолжение следует...